Всем привет! Буквально две минуты назад я вышел из пияльни Вод. Наверное, место менее популярное в Польше, чем пияльня Вуд, потому что это все же то место, где пьют именно минеральные воды. А вот пияльня Вуд, которая больше специализируется по водке, конечно же, имеет больше поклонников. Но сейчас, после уже лечебной воды, которую я попробовал в городе Чавна-Сдруй, курорте польском, сейчас собираюсь отправиться в город Вальджих. Очень необычный, интересный город, бывший шахтерский город, который имеет такую весьма специфическую репутацию в Польше. О нем часто говорят как одном из самых депрессивных, одном из самых плохих городов Польши. Из таких шуток о нем даже слышал, что он является частью бермудского треугольника Польши. Называли три города, получается, вот как углы этого бермудского треугольника Польши. Это Вальджих, собственно, Радом и Сосновец. Ну и в целом много о нем шутят, много наговаривают. И сказать по правде, где-то несколько дней назад, когда я приезжал в Чавна, то приезжал на поезде, и поезд в самого Чавна не ходит, здесь нет железнодорожной ветки, поэтому сначала приехал именно в Вальджих. И когда тогда вот буквально минут 15 провел в городе, в городе Вальджих, то примерно эта репутация в моих глазах оправдалась. Сейчас как-то так не очень позитивно этот город и выглядел. Поэтому особенно интересно будет сейчас снова выбраться в него, посмотреть, как он все же выглядит так более целостно, оправдает ли такие не лучшие ожидания от него, или может быть развеет эти мифы. Так что сейчас отправляюсь уже в Вальджих. Продолжение следует... Учитывая тот факт, что в принципе Вальджих не супер хороший город, особенно, я думаю, в некоторых районах, то решил все же, ну, учитывая такое некоторое предвзятое к нему все же отношение, то поехать в центр, да, ближе к рыночной площади, которая в принципе, ну, почти в каждом городе будет хорошая. Но начну даже не с рыночной площади, а с парка. Парк такой довольно высокий, со смотровой площадкой должен быть. Находится тоже в центре города, на самом деле, у него уже заезжал пару раз, и такое вот зеленое пятно на карте города. Ну и, конечно же, любой уважающий себя польский город должен иметь такой объект, как тэнжня. Причем некоторые могут даже не одну тэнжню, а там несколько в разных районах. Это такая вот конструкция деревянная. Я, честно говоря, еще не выучил, как она называется по-русски, потому что до приезда в Польшу я никогда не видел ни одну тэнжню, но как-то вот так она выглядит, плюс-минус. И это то, что использовалось раньше для добычи соли, насколько понимаю. А сейчас ставят такие объекты в разных городах, в разных местах, для того, чтобы люди делали ингаляцию. И считается, что это весьма полезно сидеть здесь и вдыхать такие ароматы. Причем здесь, в Альбжике, она как-то не пользуется большой популярностью. Скорее всего, из-за того, что подниматься сюда, конечно, очень высоко и тяжко. И не каждый хочет такой вот марш-бросок сделать наверх к ней. Но вот в других городах, где была такая тэнжня, то чаще всего все лавочки и скамейки возле нее заняты. Причем, ну, в основном, конечно, такими людьми в возрасте. И некоторые могут вообще там сидеть час так абсолютно не двигаясь, просто вдыхая ароматы, насыщенные солью, соляные ароматы. И я еще понимаю там тех людей, которые там со своими одногодками пришли перетереть кости соседям или обговорить какие-то новости. Ну, многие действительно просто приходят в одиночку, там сидят, проводят кучу времени, просто смотря на эту тэнжню и делают такие вот ингаляции. Этот парк, городской парк Яна Собецкого, это просто квинтэссенция Вальджиха. Он очень высокий, такой можно его даже назвать. Вертикальный парк сейчас поднялся наверх. И вот он такой же, как этот город. Я еще здесь не находил каких-то сильно ровных мест. Ты идешь или вверх, или идешь вниз. Постоянные перепады. Потому что есть, конечно, какие-то более ровные улицы и районы, но в основном это просто вверх-вниз, вверх-вниз. И мне кажется, как раз одна из причин, почему в этом парке, но я пока не увидел никого. Никого просто. Пятница вечер, в принципе, все уже не работают. Но, конечно, такие прогулки по гористой местности, это на любителя. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь наверху еще находится такой древний скалский домик Я так понимаю, что раньше, когда он строился, на фотографиях тоже старых где-то видел, что он использовался как такое убежище для тех, кто ходит по горам На нем и сейчас написано, что он является частью этого польского туристического общества Не знаю, на самом деле, можно ли сейчас остановиться или он уже более административный объект Но на самом деле он, в принципе, к месту здесь Потому что, ну так, по холмам, по горам где-то здесь и можно остановиться там, переночевать И я бы хотел, конечно, посмотреть на того человека, который решил, что это хорошее место для того, чтобы здесь сделать парк Ну, место, может, конечно, хорошее, но как-то нет большого числа желающих ходить в этот парк И это самое странное здесь, конечно А так, в целом, зелено и красиво Субтитры создавал DimaTorzok В общем, насколько я понял, сейчас уже никакого дома скаутов там нет На его месте сейчас расположено кафе, бар, пиловарня вроде даже Не знаю, там ли варят пиво или откуда-то привозят Но в любом случае полезная функция у этого дома осталась, что приятно И рядом еще построили такую смотровую башню Ну, почти построили, там еще и идут строительные работы, входить еще нельзя И эта смотровая башня, она выглядит, ну, практически один в один к той, на которую я недавно поднимался в Щавне Поэтому, даже если бы она уже была открыта, большого желания подниматься наверх и смотреть, что там и как выглядит у меня точно не было А вот еще рядом, тоже в этом парке, находится теннисный клуб И по той причине, что ровного места в этом парке, ну, просто не существует То это одни из самых необычно расположенных теннисных кортов в Польше Они идут ярусами, то есть каждый следующий корт, он выше, ну, или, соответственно, ниже предыдущего И так вот, с одной стороны, пять кортов построены, один над другим, выглядит очень необычно и своеобразно Но такой вот тоже интересный объект, ну, почти в самом центре этого парка Прямо под ножей парка есть такой вот памятник, мне кажется, достаточно новый Этот памятник, это монумент памяти шахтерскому делу в Альбжиха То есть это именно в память о том, что здесь было, как добывался, насколько я понимаю, в основном уголь Да, часто на шахтах, но которые закрывают, а большинство шахт в Польше уже закрыты И, насколько я знаю, в Альбжихе уже тоже нет ни одной действующей шахты То там, ну, нередко ставят такие вагонетки с углем С датой последней добычи, когда именно последний уголь там добыли Но здесь это именно такой монумент, действительно, достаточно интересный И мне кажется, что это очень правильно делать в подобных городах Такие вот места памяти, и я считаю, что они могут быть даже намного больше и масштабнее Потому что, ну, такие вот места, как в Альбжих, они просто пронизаны Их история, она пронизана шахтерством То есть это зачастую даже та местность, которая могла быть, ну, очень неразвитой До того, как какую-то добычу угля или чего-то подобного не начинали Но потом это обычно период такой бурного развития, процветания региона Конечно же, экологических проблем вместе с этим Потому что шахта это громко и грязно А потом это и период определенной упадка, депрессии Потому что когда шахта закрывается, то основное, что производил город, тоже уходит Денег нет, безработица растет очень быстро и до нереальных масштабов Ну и потом уже следующий этап это попытки найти какое-то будущее Какую-то альтернативу шахтам Когда происходит понимание, что, ну, как раньше уже никогда не будет И здесь этот монумент, он тоже такой достаточно жесткий, мне кажется Вот эти вот фигуры шахтеров Но в целом истории шахтерской, мне кажется, подходят хорошо В своей жизни вообще один раз был в шахте В угольной, по крайней мере, шахте И это не то, что была именно действующая шахта Это скорее такая бывшая экспериментальная шахта Ну а сейчас уже музей, экскурсии Она есть, кстати, в ролике про Забжа Там, собственно, и находится копальня Луиза Но все равно отчасти прочувствовать то, как оно выглядит внутри Я тоже смог В моем понимании, это полный трындец, конечно И те условия рабочие, и уровень шума, уровень грязи У меня уровень всего Конечно, каждый человек, он разный Кому-то, наоборот, это нравится Более того, я знаю, что есть те, кто и сейчас с большим удовольствием работают на шахтах Есть даже большой класс людей, которые после того, как шахты закрывались в каком-то регионе Они переезжали специально в другую регион А часто вообще в другую страну Чтобы снова устроиться на шахте Потому что им очень нравится эта работа Но на меня как-то даже вот такая экскурсионная поездка в Забжа И просто экскурсионное посещение шахты Оно на меня как-то более угнетающе как-то подействовало И, конечно, шахты, да, они приносили Да и приносят много хорошего, полезного, экономически обоснованного Но в любом случае, наверное, то, что постепенно человечество от этого уходит Это довольно прогрессивное движение Музыка Спустился, в общем, сейчас из парка И иду в сторону рыночной площади И можно сказать, что я в целом в самом центре нахожусь Но при этом все равно много, конечно, видно таких домов не лучшего вида При том, что видно, что многие такие здания Они изначально строились весьма красиво, так по-богатому Но сейчас почти у каждого второго здания даже в центре у него плачевный вид Если так серьезно говорить И, ну, вот эта вот репутация во ужехо, наверное, все же достаточно обоснованно Вообще, мне кажется, польские города, они делятся на три таких Можно их разделить на три таких типа А первые это города, где, по крайней мере, в центре Но мы не говорим о каких-то таких более отдаленных районах Там тоже разное можно найти почти в каждом городе Но если мы говорим о центре и то, что возле него То есть, ну, те города, которые хорошо себя чувствуют Там, может, какие-то отдельные здания есть Требующие, там, реконструкции, ремонта Но в целом все очень красиво, чинно, благородно Есть тоже довольно большой класть городов Которые вот снаружи центр выглядит хорошо А если зайти в какой-то двор, то тоже облезло Упаднически выглядит То есть, снаружи уже нашли деньги, сделали А по дворам лучше сильно не ходить, чтобы не расстраиваться Ну, и есть, конечно, города вот наподобие Ваубжиха Когда даже снаружи часто видишь Или просто заброшенные дома Такие вот выбитые зубы города Ну, выбитые зубы, они, насколько я понимаю, чаще говорят о том Когда здания разрушили И вообще там сейчас пустыри, как, допустим, там Разрушили что-то там в ту же Вторую мировую Что для Европы часто И так и не построили дальше здания Но если говорить о Ваубжихе То это для меня скорее такие здания, которые Ну, просто заброшенные И их, правда, много То есть, и какие-то там кинотеатры бывшие То есть, такие социальные здания Ну, и в том числе и просто Вот эти частные тоже дома Которые кому-то раньше принадлежали Ну, а сейчас там все забито А ничего нет То есть, да, там общественный транспорт ходит Там по расписанию ходит Так какие-то такие социальные судьи уже, в принципе, налажены Ну, не буду вдаваться в какие-то подробности Все же совсем уж в красках Не знаю, что там хорошо работает, что нет Но видно, что и людей много бедных И в целом даже вот сами местные Причем местные это не только поляки Это в том числе и местные тоже жители этого города Они часто говорят на такие вот районы На людей, скажем так Более бедных И там часто спившихся Или там, ну, социально неблагополучных Допустим, то часто их называют патология В принципе, такое немного обидное, я так понимаю, слово Но, опять же, если приехать в Аубжик или подобный город То слово достаточно хорошо описывает явление И ты понимаешь, о чем это Там, когда, допустим, идут там мальчики или девочки Там, ну, совсем там среднешкольного возраста И с алкоголем, с сигаретами Ну, и там других возрастных категорий тоже Разные есть люди, то, ну, как бы В целом слово достаточно подходит к явлению Да, там даже не конкретному человеку К явлению И мне кажется, конечно, сейчас вот Хожу по городу Ну, есть хорошие вещи Но, конечно, сделать и улучшить В этом городе еще очень многое стоит И начиная просто от социального благополучия местных жителей Ну, я так понимаю, от возможностей Рабочих мест и таких достойной оплаты этой работы Тут, конечно, еще много дел в этом плане Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, вот когда я говорил про то, что много, ну, таких подзаброшенных зданий Я не осознавал, насколько на самом деле близко в этот момент Я был к рыночной площади К другой площади, вот с фонтаном Где тоже находится здание президента города Города Вальбжиха Потому что мне казалось, что я, конечно, в центре Но, наверное, не настолько в центре Оказалось, это буквально там метров 200, ну, может, 300 Вот таких вот заброшенных зданий И там же какие-то алкаши непонятные ходят Там тоже возле бедронки, да, возле магазина Там какая-то сцена была Была, когда какой-то алкаш тоже там закопался к какой-то девушке Что ему там не хватало что-то на выпивку Ну, такие сцены, они как бы везде бывают В любых городах Просто здесь, ну, субъективное ощущение Но в Вальбжихе вся эта алкашня Она как-то понаглее То есть везде как бы, ну, им кто-то скажет нет Ну и все, как бы на этом коммуникация заканчивалась А здесь нет, здесь коммуникация продолжалась пару минут И он пытался убедить эту девушку в своей правоте Что все равно не получилось Но как бы сами по себе сцены такие не самых приятных Да и вот, допустим, тоже передо мной сейчас вот прямо находится вот это здание Это и есть здание президента Вальбжиха, где он заседает Ну, я так думаю, не только он, но еще какой-то совет И, собственно, самый центр Тут вот второе здание, оно тоже видно, что оно какое-то красивое историческое Но уровень отделки этих зданий, он, ну, как минимум странный Может, конечно, это исторически как-то обоснованно Но мне кажется, что вряд ли Мне кажется, что просто, как бы, это говорит о экономическом состоянии города Потому что вот такие вот стены Я не знаю, как называется этот материал, которым они отделаны Но выглядит как просто самый дешевый Который был Как-то какое-то такое ощущение от него и получается Я вот очень редко на канале говорю много каких-то таких негативных вещей Неприятных вещей про города Но как-то стараюсь все равно с другой стороны смотреть Но здесь, не знаю, как-то еще день, может, погода такая Из-за того, что дождливая, как-то оно больше замечается, примечается Опять же, ну, сейчас пятница, да, вечер Вот на часах у меня пол шестого вечера Люди какие-то, в принципе, есть Но вот я подхожу сейчас к рыночной площади и все закрыто То есть закрыты любые там кафе, которые были, какие-то рестораны Ну, там магазины какие-то открыты, жабки Это понятно, ну, какие-то там бедронки А так, ну, город действительно вымирает Причем два-три дня назад тоже общался с одним местным парнем Дольно молодым, и он тоже так вот жаловался, что все закрывается уже в 6 часов Ничего нет, нечего делать, нет никакой жизни Ну, я думал, да, наверное, наговаривает Ну, как бы, ну, не может настолько все угурюмо быть Но сейчас иду и, наверное, все же не наговаривает Наверное, все же не то, что он там нарекал, как это Нередко любят делать палять Я, пожалуй, все же говорил то, что есть на самом деле Ну, и вот центральная рыночная площадь Мне трудно себе представить, что здесь будут какие-то туристы Ну, по крайней мере, в больших объемах Как-то выглядит, ну, выглядит так очень уездно, конечно Выглядит, как настоящая такая глубинка Хотя, опять же, глубинка это не то, где город находится Да, то все же, что ты видишь внутри И на самом деле тоже такой город, где, ну, очень редкий польский город Где вот до конца безопасно я себя не чувствую Даже вот в самом центре И это все же из-за контингента, который здесь обитает Но попробую сейчас все же найти что-то положительное, приятное в этом городе Ну, потому что, ну, сколько можно уже вот этот вот подмечать какие-то минусы Сейчас посмотрим и что-то хорошее При том, что я, кстати, был в этом городе где-то еще первый раз в жизни Лет 10 назад заезжал так, ну, более проездом И тогда он мне показался каким-то, ну, даже более позитивным, чем сейчас Хотя все говорят, что как раз-таки город стал лучше То есть он не становится хуже Он все же потихоньку приводит его в порядок Но вот первое впечатление у меня тогда, вот еще давно Оно было каким-то более радужным, наверное, чем сегодня Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, конечно, чтобы быть менее предвзятым Но вот мне кажется, это действительно самое такое центральное место города Рыночная площадь Мне кажется, что тут в целом, ну, это центральная такая все же часть города Может, ошибаюсь, но в любом случае И чтобы, скажем так, более объективным, наверное, быть в том, чтобы посмотреть на этот город Ну, посмотрим, что, собственно, тут есть Ну, есть алкоголь, сигареты, закрыто Есть, не знаю, что это было, но тоже закрыто Тоже можно снимать Дальше есть часы, часовщик Тоже закрыто, можно снимать Дальше идет у нас консультант Налоговый консультант Тоже закрыто под съем А дальше у нас обувь Полная распродажа Не знаю, кто ли они тоже решили скоро закрыться Ну, и рядом тоже какая-то весьма недорогая одежда выглядит Это, собственно, первая из четырех улиц центра Потом тоже что-то типа секонд-хенда Дешевая одежда Потом, видимо, что-то закрытое По крайней мере, сейчас закрыто И выглядит, что открыто И тут и не будет О, барбершоп есть Барбершоп работает, даже есть Несколько человек внутри Потом опять аренда Можно снять Мини-прайс, наверное, какой-то детский магазин был Потому что канцелярия Закрылся Дальше еще что-то было, тоже закрылось Дальше какие-то лакшери брендс-бутик Причем, что интересно, именно с этой стороны Все, что работает и хорошо выглядит Связано с красотой То есть это магазин для Там, для ухода за волосами По уходу за волосами Или чем-то подобным Дальше еще что-то закрытое А потом идет пиццерия Обычная такая пиццерия, окей Допустим, центр города пиццерия в целом подходит Калантарея Выглядит тоже так, что закрыто И давно уже здесь ничего нет Потом идет библиотека Не знаю, какой популярностью пользуется Но выглядит хорошо Туристическая информация, кстати, сейчас уже явно тут закрыта Но в прошлый раз был довольно удивлен Что, собственно, внутри почти ничего не было Было буквально пусто Ну, может быть, что-то изменилось с тех времен То есть вот эта третья сторона Это во многом как раз-таки Такие муниципальные, назовем их так, здания Тут что-то еще закрытое, мне кажется Потому что оно выглядит полузаброшено Потом у нас идет магазин одежды Еще одно какое-то здание Ну, вот это уже офисное И мне кажется, что тут даже все работает Все хорошо И последняя, собственно, сторона Жабка Жабка всегда работает Потому что, в принципе, жабка даже в любом месте Она, мне кажется, все равно будет выгодна И жабок я видел много В Альбжихе рядом еще одно закрытое на съем С другой стороны, по-моему, тоже там на съем закрыто Аптека есть Там мобильные телефоны Ну и, собственно, ну, в принципе, видно Видно, как оно все выглядит Там, да, единственное, вот еще там Есть хороший такой Хороший ресторан с суши И выглядит классно Наверное, самое презентабельное место в центре На рыночной площади И тут еще фонтан Вокруг которого несколько, ну, может, бомжей Может, просто алкашей Ну и пару, тройку тоже И обычных людей Которые проходили мимо Не знаю На меня немного подавляющее Такое удручающее впечатление Производит этот город Может, я предзятый Не исключено Но как-то, не знаю Сейчас еще похожу, наверное, чуть-чуть Но уже хочется ехать обратно в отель В Щавна Там как-то все-таки Немного более позитивно было В общем, напишите в комментариях Действительно ли я придираюсь И вот этот вот Хороший, приятный город А я тут что-то рассказываю Какой-то бред Ну или вам тоже кажется, что Не лучшие годы Сейчас переживает этот город Опять же, как говорил Хочется что-то позитивное найти И я увидел Увидел позитивное Это костел По крайней мере, снаружи и далека Он выглядит впечатляюще Очень массивное здание Крыша в хорошем состоянии Обычно это То, что говорит Что он не заброшен И что там Вполне вероятно, что он в хорошем состоянии Так что сейчас пойду и проверю это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, спустя часа три Я вернулся на ту же остановку На которую сюда Изначально приехал В костел зайти так и не получилось Хотя он был открыт Но там шла служба И, конечно, не хотелось отвлекать людей И, кстати, говорите И там было много А там как раз таки Сидело, мне кажется, больше людей Чем во всем центре вместе взятых Вместе взятым прогуливалось И да, пожалуй, вам же есть тоже хорошие места Как красивые места, как этот костел Слышал, что есть еще музей фарфора Потому что фарфор это тоже один из промыслов Который раньше был весьма развит в этом городе Есть еще какой-то дворец Но в этот раз Как-то Без особо красивых, интересных мест Запомнился мне Город Ну, может, разве что парк Парк все же красивый Хоть и не очень удобный И да, если доберусь сюда в следующий раз То, наверное, будет для меня даже Своеобразный вызов Увидеть этот город с хорошей, приятной, красивой стороны А пока все же Больше запомнился, как Город Комиссионных Город Игровых автоматов Ломбардов Кебабов Ну, как-то вот Эти места Они больше всего Вспоминаются Когда я сейчас прокручиваю Все это путешествие В Аубжах Ну, и да, и, конечно Огромного количества еще Мест под съем Под сдачу Которые закрылись Просто самых разных бизнесов Которые банкротились И уже не существуют Причем некоторые из них, видимо Уже очень давно не существуют Так, ладно Уже мой автобус Поэтому договорю Пожалуй, из Щавна Добрался обратно К своему отелю И, честно говоря Невольно Хочется перефразировать Шутку Которую изначально Услышал О другом Польском городе А именно Что есть лучше В Валбжахи И ответ Автобус В Шавна На самом деле Когда вижу Такие города Чуть-чуть В упадническом состоянии Скажем так Находящиеся То меня больше Даже интересует Не то Почему так случилось Причин всегда есть масса Объективных Субъективных Любых Ну и Как есть Так есть А то Как это исправить Что сделать Чтобы стало Действительно Хорошо И местным нравилось И приезжим И туристы были И вообще Жилось хорошо Потому что Примеры есть Примеры Таких городов Которые были Максимально Депрессивные А потом Стали нормальными И даже Хорошими Они существуют Но я не знаю Что именно Должно Быть Да То есть Это Конкретные Люди Которые управляют Этим городом Или Люди Живущие Или Инициативы Какие-то Сверху Снизу Но Мне не до конца Понятно Пишите в комментариях Свои Мысли По этому поводу Что именно Помогает И может Изменить Упаднический город И превратить Его в Процветающий Будет тоже интересно Посмотреть Разные мнения И Есть Высокая вероятность Того Что я Сюда еще приеду Ну скорее всего В Шавна приеду А раз приеду В Шавна То скорее всего Будет Время И поехать На денек Ну или там Какое-то время В Валджих Потому что Здесь Одна Общественного транспорта Доехать Быстро И просто И Если Удастся сюда Еще раз Добраться То будет даже Интересно Снять что-то О том Как этот город Старается Стать лучше Что он Для этого Делает Но Но это Это уже Планы На будущее А пока Я Заканчиваю Свой Визит В Шавна Текущий Дальше Поездка В Познань Поэтому подписывайтесь На канал Будет уже Следующее Видео Оттуда Ну и Всем Хорошего дня В хорошем настроении Увидимся Уже Потом